Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша задача осуществить движение, но не статично корпусом, тогда мы ничем отличаться не будем от всех остальных действий, также не будем воздействовать на те внутренние мышцы, которые нам нужны, на внутренние органы, на позвоночник. Работа идет следующим образом. Два противовеса двигаются по замкнутой траектории, что плечи, что таз, но разнонаправленно, в единой связке, но как кривошипно-шатунный механизм. То есть я не разваливаю корпус, не раскачиваю полностью телом, а держа неподвижно ось позвоночника, строго вертикально, начиная поднимать высоко плечи, вперед и назад, единым коромыслом, единым блоком. И также восьмерочка в тазу у нас происходит по замкнутой траектории, не раскачивая корпус. Гимнастика насчитывает 13 базовых упражнений, сегодня мы разберем несколько из них, их хватает, чтобы решить многие вопросы с позвоночником, многие вопросы с самочувствием. Вот, ну и, значит, давай я предлагаю начаться с трона действия. Значит, первое, мы палочку кладем, чтобы понять, что мы делаем, вот таким образом, на ключице, поставим на нее локти, правильно стоим. Здесь очень важно положение центра тяжести и корпуса. Если мы выехали тазом вперед, вспоминаем, да, ни один хоккеист-баскетболист таким образом не двигается, да, то есть вот положение того же самого баскетболиста, вратаря. То есть, это естественное положение человечества тела, которое удобно для, оно, ну, я же тоже настроил, но он взял в любую сторону движения. Здесь сильно подседать не надо, у нас сейчас никаких таких динамических не будет передвижений. Значит, и этого хватит на упражнение для разминки. Начинаем вращать единым кромыслом палочками, для того, чтобы мы поняли, что плечи работают единым блоком, единым кругом. Одно вверх, второе вниз, одно вперед, второе назад. Не поднимая, как бы, там по очереди, не работая в разнобой, а именно вместе. Чтобы симметрично, самое главное, симметрично, создавать нагрузку растяжения и расслабления. С одной стороны расслабление, с другой растяжение. И это чередуются, эти фазы. То есть, проекция центра тяжести можно так описать, как, если был бы хвост у человека, хвост бы убрался бы вот сюда, не сюда. А вот сюда, да. То есть, как говорят, согнул ноги. Раз согнул, да, то у меня не доноса в первый роман в два сезда. Вот, ушел немножко, стал, уперся, мышцы, другие ноги расслаблены. Это, что касается первого, можно вперед, можно назад обратить. Что касается второго противореса, то же самое положение центра тяжести, да. Вот, мы себя можем взять за карманы брюк. Это можно, кстати, делать и где-то в процессе рабочего дня. Производство гимнастику в Советском Союзе придумали далеко не глупые люди и получили за это государственные премии не зря. Вот. Значит, что здесь у нас происходит? Движение не очень простое, как можно было показать с самого начала. Выход небольшой. Вот точка у меня, вот здесь. Мы ее фиксируем в пространстве, вокруг нее, как за калиточку, за дверь поворачиваем бедро. В эту сторону. Выдвинули сюда, повернули назад. Выдвинулись на левую сторону, повернули назад. Что здесь нельзя делать? Нельзя раскачивать вот так, приезжать с ноги на ногу. То есть, центр тяжести, проект центр тяжести строго находится сзади, двигается на определенном коридоре, не размазываясь и не вываливаясь ни за одну опорную ногу. Один немаловажный нюанс. Опорная нога у нас не та, на которую у нас совершается ухо, да, а та, которая у нас, вот опорная нога. Раз, приехали, вот опорная нога. Это понятие условной опорной ноги. Почему? Потому что конкретно та, центр тяжести, где не находится. То есть, он постоянно находится в движении. Это механизм, который мы запускаем для того, чтобы уравновесить работу плечи. Вот здесь, когда мы просверлили дырку, и вставили на ногу, и вставили все. То есть, сверху с ноги, да, мы прокрутили на ногах. Скрутили, выехали, вот точка. Вокруг нее поворот. Выехали, точка. Вокруг нее поворот. Получается такая своеобразная восьмерка. Если мы хотя бы не правильно, например, в будущей, начали вводить вот эту точку, не будем соблюдать, движение, естественно, сломается. Нагрузки правильной не будет. За счет того, что мы работаем за счет инерции, то есть, меня надо раскротить палочку, я не рукой это делаю, да, а я начинаю с таза. И в отсутствие, в отсутствие раскачки корпуса, завала всевозможных нагрузок, а работаю за счет восьмерочки в тазу, у меня возникает расслабление тела, что очень полезно у нас для сердечно-сосудистой и для отсутствия нагрузки, такой негативной на позвоночник раскачки корпуса. Вот, попробуем восьмерочку в тазу, зацепить себя за глаза, да, и поехали, поворотик сюда, да. Нога не выпрямляется, ножки постоянно чуть-чуть полусогнутые, таз сильно, это практически все танцы, это все единоборства, там что бросок через бедро, что через плечо, что атака руками, для того, чтобы атаковать противника, ну, если нас интересует спецподготовка, это вращение плеч, чтобы шагать на противника, это работа таза. Все вместе у нас позволяет это реализовать не только танцы, но и многие виды рукопашного боя. Вот, и поехали, значит, у нас первое базовое упражнение, мы можем делать, значит, делать ее обязательно с двух рук, с двух рук, с двух рук. Называется это боковая восьмерка. Очень полезное, очень правильное упражнение, единственное, как бы, в помещении выделать с осторожностью, потому что оно довольно объемное. То есть, что происходит? По траектору руки, рука у нас у тебя движение середины бедра, с разворотом плечики, еще раз внимание, не завал корпуса ни в коем разе, не наклон, никуда мы не тянемся, мы иначе себе будем серьезно грузить ненужные мышцы. А вот тут противорез, мы развернулись, вышли вот, да, в точку у нас, вот там, и сделали петлю впереди, и также петлю сзади. Получается такая восьмерочка, да, называется, так и называется, боковая восьмерка. Голова у нас строго смотрит вперед, для того, чтобы мы не раскачивали корпус, чтобы, это как якорь наш, такая реперная точка, опорная, да, мы смотрим вперед, значит, и помним, что оба плеча разворачиваются. Сразу может не получиться, можно начать одну руку, потом второй. Задача, подключить центр тяжести. Я разогнал таз, выкинул руку, и тазом ее подтянул. Со стороны, может казаться, довольно легкое движение, но не было бы, чтобы сделать, надо постараться. Поехали, попробуем. Вот, разворот моего ящика. И именно вот этот поворот таза, в момент пересечения осевой кулака, осевая, это примерно в ображении, впереди ось параллельная позвоночника, и за счет, да, за счет того, что мы оберегаем на плече таза, выбили, и таз пошел в обратную сторону. Возникает скрутое, правильно, как нагрузка, с растяжением, легким растяжением. Внутри позвоночного столба, но подачи нас. Если мы будем заваривать корпус, эта нагрузка будет крайне негативной. Здесь очень важно соблюсти вот эти параметры. Значит, рука за спиной, как мы сейчас правильно делаем, идет локтем вверх. Вот так ее ни в коем разе не разворачивать, иначе будет нагрузка большая на сустав, плюс завал корпуса на поясницу будет нагрузка. Как мы стоим, таким образом мы работаем. Значит, когда мы работаем с другом круга, обязательно единая должна быть линия. Чтобы не возникало, если мы руки сходим, будут опять эти раскачивающие корпусы, что негативно скажется у нас, и на нашем самочувствии, на равновесе. Единая, единая движение. Значит, делать можно по 30 взмахов. На одной восьмерочке, насколько как есть назад, так есть восьмерочка и вперед. То есть всего 60, но можно в течение минуты. Значит, и обязательно при этом дышать. Не зажиматься ни в коем разе. Свободное дыхание. В идеале, что-нибудь напевать. Потолок, ледяной, дверь скрипучая. Такие фототехники, очень это полезно. Значит, это что касается такого базового упражнения на поясницу, направленного на здоровую поясницу. Самочувствие. Второе упражнение. Оно немножко будет посложнее, но тем не менее оно очень работоспособное. Здесь называется упражнение завитуха. Значит, если с одной руки показывать целостное движение, опять-таки получается восьмерочка, замкнутая траектория. У нас нету остановок. Мы разогнали, и за счет инерции мы продолжаем движение. Что позволяет кровообращение запустить. Чтобы за счет стремительного движения кровь стекает в конечности, капилляры открываются. Очень полезно. Нагрузка сердца снимается. Палочку держится, один-два кулака от края. Мы ведем перед собой. Здесь важный момент такой. Локоть может быть подключен. Если мы начинаем принимать плечи, это работает. Мы создаваем нужную нагрузку на плечевой пояс. То есть, по полуку перед собой. Можно сказать, развернули большим пальцем вверх. И здесь что-то тоже. Локоть должен быть прижат. Пошла рука спокойно. Никаких не надо лишних мышц подключать за спину. И остановилась на уровне поясницы. Палочка параллельно позвоночнику. Дальнейший действие очень важный момент. Не заваливать корпус не в эту сторону. Не в эту сторону. Мы просто поднимаем плечи, натягивая мышцы. Начинаем их поворачивать, немножко вытягивать вперед. Выехали. Вот здесь момент. Локоть смотрит вперед. И внизу до конца. Какие есть, бывают конструктивные частые ошибки. Первое. Начинают овенить руку и отводят локоть от туловища. Возникает такой рывок. Ненужная груза на плечо. Локоть за спину не заходит. Завал корпуса. Второй момент. Вроде завели за спину. Все поставили. И начинается момент. Пытаются вот сюда ее завалить. Так вот. Сюда ее вывести. Тоже не то, что нам надо. Третий вариант. Вывели сюда. Довели вот до вот этой линии. Здесь бросают. Или кидают вот сюда, не до конца разогнув руку. Это тоже очень такой серьезный недочет. Вывели вот сюда. Обратите внимание. Здесь вот все скрут. Вот потянулось. Грудной отдел позвоночника хорошо так потянулся. Вот. Но опять-таки не травмоопасно. И вниз до стопы. Выпрямили полностью. Рука развернула за счет восьмерочки в тазу. И обратите внимание. Плечо назад. Таз вперед. Плечо назад. Плечо вперед. Таз назад. Пробуем это с двух рук. Слово пробуем. Слово пробуем. Красиво все слово пробуем. Замачиваю так. Замачиваю слово с двух рук. Слово как я в руки. Нет, в этой еде. А как можно ближе. Чем ближе палочки к телу. Тем меньше ненужные нагрузки. Тем меньше нагрузки на внешнем месте. И больше на опорный стану выяснился организмой Тараса. С первого раза выяснили. Во-вторых чувствуют? Да, они вообще абсолютно элементарны. Я сейчас все одно упражнение покажу. Которое может реально получиться с первого раза. Вот. Здесь момент стараться не подкидывать таза. А таза уводит назад. Я разогнал вот туда с таза. Вот это движение. Для чего? Чтобы мы, соответственно, сохраняли инерцию. На заслабление живой лица. Букавный установлен. Ну, лево-справо здесь как раз четко соединяется. Повышали голову мозга. Право-лево. Почему я подчеркиваю обязательно симметричность наших выполнений упражнений? То есть, насколько рука здесь зашла, настолько должно выйти здесь. Насколько это вышло сюда, настолько же это должно выйти сюда. Для того, чтобы мы симметрично убирали спазмы, дисбалансы. То есть, чтобы у нас было симметричное развитие вот наших вот этих вот спиральных сухожильных корсетов. Ну, корсетов, да, служили под наших цепей, которые нас потом будут опорно высыпать, но нужно удержать. Значит, схема наслаждалась для армии, для отрядов специального назначения, для того, чтобы не только там овладеть своим телом и холодным оружием, но и в том числе, чтобы компенсировать нагрузки после переноски тяжести, после спрыгивания из брони, там, да, в тяжелой 35-килограммовой разгрузке, после прыжков с парашютом, когда выдергивают, то есть, и купол, то есть, и приземление. Вот, после особенно, естественно, длительное ношение бронежилета и тяжелого шлема. Это угробит позвоночник, просто даже находясь где-то. Это очень серьезно. Травмирует позвоночник, поэтому была создана такая методика для того, чтобы человек повысил свою выносливость и способность восстановления. Но теперь это поговорим о красивом. Есть один момент. Нет, мы, да, каждое упражнение на базовой тренировке происходит 3 минуты. То есть, 3 минуты завитуха, 3 минуты боковая восьмерка. Между ними можно поприседать, можно потянуться, но только, опять-таки, с умом. То есть, как попало тянуть, надо понимать, что мышцы надо сначала создать, а потом уже с ними что-то делать. Прежде чем вы не заработали другие проблемы. Есть такое красивое упражнение – мельница. И она поможет не только очень хорошо плечевой пояс проработать, но и при этом красиво на пикнике показать себя во всей красе. Ну, или где-нибудь на танцполе. Значит, заключается в чем? Две плоскости. Танцполе с палками. Справа – не очень, мне кажется, идея. Так, а зачем с палками? Это же рука. А-а-а. И все такое. Это же можно применять по-разному. Значит, здесь в чем нормальный метр? То есть, необходимо… Здесь даже очень хорошо работает по улучшению моего мозга. Почему? Потому что здесь у нас восьмерочка раз-два, а руками мы делаем три круга. Это мы сейчас разберем. Значит, что происходит? Плоскость у меня с одной стороны находится и с другой. Она не происходит. Вот здесь перед собой она происходит сбоку. Перевели. Очень важный момент. Многие заваливают, начинают корпус тянуть головой. Это очень плохо, негативно. То есть, пытаются сделать мышцами. Не-не, делается это все техникой. И вот у нас перекос плечей, который мы с вами разобрали. Вот я перевел. Видите, да? Пошел раскрут круга. Раскрутили. Закрутили. Опять-таки, вижу часто там по телевизору, что-то еще выступает. Не до конца добудят руку вот эту вот. Она обязательно идет через плечо, за плечом. И это плечо, вот за счет восьмерочки в тазу, вот оно развернулось. Раскрутили, закрутили. Голова находится на месте. Раскрутили, закрутили. Бывает, смотрю, вот не докручиваю здесь. То есть, бросаем вот здесь палочку не до конца. Раскрутили, перевели сюда. Здесь наша задача. Раскрутили, докрутили, раскрутили, докрутили. И такой целый сталь с плечей движения. Очень полезный, да? Раскрутили, да? Раскрутили, да? Что именно главное дело позвоночника в том числе? Очень простое движение. Делается элементарно и быстро. Всего года два надо тренироваться, чтобы так хорошо получалось. Очень хочется выпинуться, можно развернуться. Ну, так, повернуться как можно более переговорить. А, то есть тут? Вот. Тут определенные развороты есть. Кстати, очень полезно скажется на равновесие, на тазобедренном коленном суставе. Если это делать, опять-таки напомню уже, на расслаблении, ни на каком перегрузе, ни на каком перегрузе. Вы должны отдохнуть на занятии. Мы снимаем нагрузку, мы расслабляем мышцы. Мы спазмываем, мы сплавляем, мы прорабатываем, растягиваем мышцы, расслабляем. Это очень-очень полезно для самочувствия. То есть мы не берем, не качаем, не связь коломов, не подметаем плац, не качаем вот этот жулак мышечный, который, ну, в принципе, не нужен, не работоспособный. Чтобы мышца была работоспособна, она должна быть эластичной и упругой. Здесь еще очень хорошо укрепляется сухожилие. Что, естественно, хорошо сказывается и на выносливости, и на силовой составляющей. Вот. Это что касается мельницы. Да, как было правильно замечено, мельница может быть сверху. Опять-таки напомню, вот здесь проворачиваем руки, да, чтобы было комфортно. Снизу у нас. И на одну сторону. И также на другую. Это для простора, для творчества. Отдельно взятого. Еще одно базовое движение, которое может помочь проработать определенную группу мышц. Еще раз напомню. Каждое движение, практически, оно целостно соединяется позвоночник. Но акцент на разные отделы. Такой, хороший такой акцент. Потому и делает желательно в том последовании, в котором у нас оно уже проверено. И акцент на определенную работу суставов. Здесь у нас мы возьмем спираль внутрь. Такое довольно тоже не очень простое движение. Применяется в бою. Но нас сейчас интересует озарытный эффект. Если конструкцию само движение описывать. Вот у нас восьмерочка. К концу палки мы описали, да. А теперь гипотетически мы ее вот так вот загнули. Получается плоскость вот здесь, параллельная полу, да. Точка пересечений. Плоскость наверху. Точка пересечений. Значит, как бы у нас в руке чаша с водой. Мы начинаем, запускаем плоскость. Делаем здесь. Вывели наверх. Локоть вниз. Пошла на нижнюю плоскость. Плоскость внизу. Плоскость наверху. Здесь не разгибается локтевой сустав и лучезапясник. Постоянно вращается лучезапясник. Локтевой запускает само движение. Очень важный момент. Кисть должна выходить в коридор, бедро, плечо. Если вдруг она начинает уходить сюда. Мы вытягиваем сюда. Сюда мы уходим. То целостное движение сбивается. Нагрузка идет несимметричная. И пользы от этого упражнения практически не будет. Никакого. Вот такие очень часто моменты иногда. Ну и. Ну как бы очень негативно, скажется, на пояснице. Этого желательно, естественно, избегать. Значит, с чего начать? Мы начинаем палочку ввести к себе. Скрутили таз сбоку. Еще раз. Не увели таз с раскачкой корпуса, а скрутили. Как раз часть восьмерки, да. Вышли. Здесь момент. Часто тесь сначала не растянута у новичка. Да, у новичка. Идет снизу. Да, вот. Сбоку его стараться вывести. Здесь мощный уход в локтя вниз. Но. Кисть не уходит. Кисть вот она как ходила, так и ходит. К локоть ее подтягивает. То есть я раз локоточком подтянул. Тазом пропустил. Сбоку. Сбоку по животу. Еще раз. Сбоку наверх ушла. Не снизу совала корпус. Это очень-очень важный момент. Сбоку. И естественно, если мы работаем с одной руки, то начало можно сделать. Вот она больше всего на сборе все собирается. 10 справа, 15 слева. 10 справа, 15 слева. 10 справа, 15 слева. 10 слева. То же самое здесь. На МРЦ, конечно же, это все очень легко. Довольно просто вращается. Еще момент. Сюда пытается затянуть. Вот здесь перед собой. Локоть мощный. Раз. Вниз. Палочку. Пропустили сбоку вышли. И когда мы делаем это с двух рук. Мы запускаем одну. Она вышла наверх. И тут же запускаем вторую. Провернулись. Поменялись. Провернулись. Поменялись. Четкость медленно. И потом мы спокойно. Вот так вот. Можем крутить часами. Отдыхать. Расслабляться. Общаться с друзьями. Все очень просто. Все очень просто. Все доступно. В самой простоте это. Заложена такая определенная. Правильная техника. Которая кажется естественной. А повторить бывает. Не получается. Я кстати хотел бы сразу. Да. Здесь очень важный момент. Колени. Не держать в сторону. Чтоб не было вот такой раскачки. Колени чуть-чуть внутрь. Столку параллельно. И. На. Чуть-чуть. Толку не провел. Толку даже поставил. Амортизировать. Столку две ноги с очень силы. Про это говорят все. Тренера единоборств. Мастера. При этом не помнить что уход от палочки должен быть. Уход. Уход. Стоим, но стоим на месте. Вот мы как бы с двух рук. И. Таз мы уводим. Не раскачивая ни в коем разе корпус. Уход. Да. Сейчас вот. Если стоит обратить вот снизу. Вот. Это движение. Это же на расслаблении все делается. Ладно. Я отдыхаю. Конечно. Какие-то. Поэтому я так зеркалом отдыхаюсь здесь. Хорошо. Немножко. Локоточки. Под загружение. Ну да. Нет. Если мы хотим нарастить мощную массу так серьезно. Можно взять. Вот такие как у вас. Сейчас он как. Там килограмма полтора. Трубы. Вот эта вот труба весит полтора килограмма. Да. И с ними уже так серьезно можно поработать. Вообще желательно до килограмма вес. От 700. От 800 до килограмма. Это скорость. С высшей килограмм это сила. Злоупотреблять тяжелым весом не надо. Два раза. Если мы фанаты здорового образа жизни. Это два раза в неделю тяжелыми. Три раза в неделю. Легкими прорабатываем переходы. Тяжелыми базовыми. Но это мы попозже тогда светим. Так. Поняли да. Выполнение упражнения. Значит. Локоть тут очень важно. Вот этот коридор бедро плечом. Он очень важен. Через него круг назад идет. Разбирает. С ним спиральная ружь. Спиральная ружь. Спиральная ружь. Вот здесь именно. Это очень такой момент. Нюанс. Круг назад. Делается только с двух рук. Вот как у нас базовое разминочное упражнение. Круг назад. Мы также берем две палочки. И что здесь важный момент. Какие могут быть ошибки первоначально. Первый это завал корпуса. Вот такой назад. И работа одними руками вот здесь. Вы удивитесь. Узнав сколько людей. Не может банально сделать вот такой симметричный. Вот такой круг. Вот здесь делает. Туда немножко уводят. Корпус заваливают. Значит здесь. Что необходимо. Встали. Еще раз напоминаю. Вот так нельзя. Вот так можно. Вот так нужно. И поехали. Локоточки у нас не поднимаются. Ни в коем разе не выходят. Вот здесь у нас находятся на боку. Но не прижаты. Они просто елозят побоку. И одно плечо назад. Второе вперед. Так как мы работали в самом начале на разминке. Здесь таз ходит не вместе с плечом. А в раз на бой. Он таз разгоняет. Я начал с таза. Подключил плечи. Потянул палочки. Тогда получается. Что я буду разгоняться как раз за счет инерции. Если к началу. Здесь у него формулируется. Лучезапясный практически не работает. В этом у меня упражнение. Палочка практически постоянно прижата вот сюда. К предплечья. Потому что если мы начинаем подключать лучезапясный. Работа вся уходит. И мы заднюю поверхность спины не проработаем. Как только мы глубже делаем восьмерку. И выше поднимаем плечи. Сразу идет мощная работа прямо по всей спине. Если не получается. Можно подойти к стене. Проверить себя. Встать с ней рядышком. Зафиксировать лучезапясный. И работать печально. Своей поступок. Правильно будет. Пробуем. Пробуем. Это значит что кажется. Тяжело. Когда чувствуешь. Такой нажим на микрологию. Вот. Разрадили сразу. Легко становится. Полтора килограмма невес. И частные занятия. Ну когда на сяже. Да. Какие моменты надо пережить. Но. Дальше. Хорошее самочувствие. Оно компенсирует. Все. Затраты на время. Проведенные в зале. Самое главное. У меня много людей. Мокрые. Но отдохнувшие. уходят. Нет. Работа должна быть совершена. Но. Если работа совершается правильно. Мы на расслаблении. И мы идем за счет того. Что мы. Не напрягаем мышцы там. Да. А просто направляем. Тренажеры. И двигаемся. То. Конечно же. Мы. Внутри мышцы расслабляем. Мы снимаем. Ты стоишь на одной одиночестве. Какой-то поясе там. Каких-то там. Ну там. Ну там. Даже полчаса. 40 минут. Это все. Это же. С одной. Устанной. Напрягнулась. Другой растянулась. Пошел. Руки там. Треться здесь. Вон. Подготовленные парни. Приходят в армию. Ему там. Даешь на небольшой вес. Там. 3 килограмма. Автомат. Чем там весит. 30 минут. Все. У человека. Абсолютно другие мышцы. Выключаются. Абсолютно тяжело держать. Хотя. Приходят ребята. Очень серьезно подготовленные. Здесь. Немножко по-другому. Здесь. Немножко по-другому. Здесь. Немножко по-другому. Здесь. Все параметры. Положение стоп. Колени. Центра тяжести. Плечей. Вся работа. Вся должна быть взаимосвязана. Что тяжело. Думаем про плечи. Выпадает таз. Думаем про таз. Не крутим палки. Думаем про палки. Все остальное разваливается. Это нормально. Это называется координация. Я хочу сделать сложное движение. Да. Я могу его сделать. Вот. То бишь. На чем остановились? На крути назад. Значит. Ну я тогда предлагаю. Базовую часть. Немножечко тогда. Ужать. Чтобы не так хватит. И тут. На самом деле. Для того. Чтобы хорошо себя чувствовать. Хватает. Четырех упражнений. Что. Которые прорабатывает весь. Корсет. Я в принципе их уже показал. Это боковая. Это. Завитуха. Это спираль внутрь. Это круг назад. Добавим восьмерочки спадола. И за спинник. За спинник. Его делать всегда. В самую последнюю очередь. Крайне. Завершающее упражнение. Почему? Потому что он хорошо вытягивает все. Тело. Сейчас я это покажу. Вот. Значит. Работа только с одной руки. Все. Вот эти действия. Которые показал. Наимходимо делать с двух рук. Он выполнил. На симметричную грузку. Вот это упражнение. Необходимо работать с одной руки. О чем мы говорим. Начинается на вон там. Четкое вращение плечей. Постоянно. Здесь я перекосил. Внимание. Здесь начнется завалы корпуса. Потяжки такие. Попытка тянуться. За движением. Пресекать. Эти попытки. На корню. Значит. Вывели. Вот он. Да. Строго поступать выше. Пошла у нас палочка. Наверх. И на противоположную. Человек пытается сделать здесь. И у него просто даже не повернился. Не повернился. При того же сторону. С этим надо поработать. Чтобы владеть своим телом. Ушли на противоположную. Вот так аж глубоко. Вывели опять впереди. И здесь очень важный. Важный момент. Крайне важный. Провернули локоть вниз. Да. И мы опять тянем. Плечом. Мы не поднимаем. Заваливая корпус. Да. Кулак. Кулак мы поднимаем на круге. Назад. Кстати. На круге назад. Запамятовал сказать. Положение шеи очень важно. Квадековой черепашине должно быть. Ровненько встали. И. То есть. Человек это звучит гордо. Иногда. Иногда не очень. Поехали. Значит. Вывели. На противоположном шлее. Обратите внимание. Я с линии движения палочки. Убираю свои плечи. Для того чтобы. А. Включить внутри все мышцы. Которые у нас задействованы. Которые в обычной жизни. Мы не задействованы. Которые у нас не разорвали. Не разорвали. Не разорвали. Потому что мы. Статично мы себя живем в корпус. И. Б. Чтобы я не напрягал. Не раскачивал мышцы. Я раскачивал корпус. То есть. Еще раз напоминаю. Вот сюда локоть. Кисть на боку. За счет уже плечей переворачиваем. Не вот так. Как некоторые делают. Да. Не там это в стороне. Ни в коем разе. Вывели. Провернули. Подтянули. Вот здесь вот оно. Вот плечо вышло. Если плечо не выйдет. Конечно мы будем как попало. Крутить одной рукой. Как только плечи вышли. Ушла рука. Это как. Лакусовая бумажка. По ней определяем. Правильно мы вышли или нет. Кисть на боку. Плечо впереди. Значит правильно. Плечо пошло вверх. Выталкивает. Нижнее плечо левое. Противоположное. Подтянули. Опять поменялись. Да. Это вниз. Теперь опять правая вверх. Здесь сделали. Правая вниз. И постоянно вот эти моменты. У нас. Извините. Не смогу держаться. Люблю это дело. Вот. Добиваться того чтобы тело расслаблялось. Чтобы мы договались с собой. Потому что указывал свои зажимы. Какие то там спазмы. Забылаться проблемы. Вот. Договались с собой. Я не могу вам помочь. Кроме того что. Могу примерно подсказать куда двигаться. И каких ошибок подводных камней можно избежать. Сделать вы должны сами. Ну как всегда. Еще один нюанс. Это. Эти упражнения. Необходимо делать. Постоянно. Регулярно. Как чистить зубы. Как умываться. Потом у нас постоянно давит атмосферный столб. Мы постоянно таскаем какие-то тяжести. Спрыгиваем. То есть у нас позвоночник. У нас суставы страдают. Для того чтобы компенсировать. Необходимо естественно. Обращать. Эти палки. Делать эти упражнения. Опять таки. Правильно. Стопы. Не разъезжаются. Голова. Не раскачивается. Вот. Чем ближе палочка к телу. Вот она прям. Вот она. Вот здесь прям ходит. Тем надежнее и лучше работа противовесов. Чем ближе. Да. Чем дальше палочка к телу. Тем. Больше ненужны. Бесполезные грузки. Вот как то так. Крайне упражнение. Хотел осветить. Его стоит делать уже более-менее овладев хотя бы работой противовесов. Даже вот это упражнение. Да. Даже вот эта вот работа перед зеркалом. В течение там рабочего дня. Там каждый час там по пять минут. Уже снимет большие. Большую огромную нагрузку внутри. Да. Уже растянет как-то мышцы. Уже поможет себя чувствовать лучше. За спинник. Очень такое интересное движение. Очень простое. Очень простое. И очень крайне простое. Вообще оно элемент большинства очень просто. Все очень просто. Главное как мы к этому относимся. Значит палочка на ключицах. Мы локоточком выдавливаем. Ее здесь можно поглубже взять. И она вот здесь же у нас заходит за плечо. Локоть не поднимается. За плечо. Мы так и говорим. Ключица. Плечо про себя говорим. Спина. Обратите внимание. Я свел лопатки. Вот он. Нигде нельзя сводить лопатки из этих упражнений. Здесь надо. Ну это как правило, которое проверяется с зеркальным отражением. Свели здесь. И потянулись. Не кулак, а палочку, палочку, палочку. Вот вытянули. Здесь очень важный большой момент. Короткий крючак. Он не вперед уходит, а за спортом. Да. И палочка заходит впереди. Не вперед падает, а сбоку. Фронтальное тело. Параллельное тело вывели. Завели. Да. Потянулись. Здесь, если вы, если мы это делаем тоже с двух руками. Если мы тянемся, тянемся и вот так вот заводим руку. Опять-таки внимание. Вывели. Короткий крючак за руку. Тыльная сторона кисти смотрит вперед. И палочка идет параллельно тело. Раз. Не гни ниже. Здесь тоже очень важный момент. Иначе получается здесь низко запускаем, а за спину не заводим. Здесь задача завести за спину и потянуться. Вот здесь потянуться. Включается практически все чуть ли не до пятки. Все вот наши пожарные цепочки. Попробуйте с двух руками. Ну конечно. Сами поставлю. Ну почему нет? Заметьте, я поставил последнюю очередь. То есть, никакого, да. Никакого штурма. Ой, и тянутся, тянутся. Вот тянутся прям. Ну опять-таки подчеркнуло. Это стоит делать. Размеряем, размеряем тело. Любым это стоит делать, когда уже мы достаточно полно стоим. Вот таким образом. Начинаем. Но еще раз напомню. Схема создавалась, это у нас для военных, для отрядов специального назначения для того, чтобы компенсировать нагрузки. В том числе и психически. Но это мы потом уже можем осветить. Для того, чтобы компенсировать нагрузки серьезно физически. Вот. Именно с переноской тяжести. Именно со статичными какими-то позами. То есть там где-то в каких-то выполнении каких-то боевых задач. Вот. Как показ и практика. Эта схема идеально подходит для решения также у обычных людей в повседневной жизни каких-то ненужных нагрузок, каких-то перегрузок, каких-то там перекосов, сколиозов, спазмов, межпозвонковых грыж, ну и всего остального. Вот эта схема поможет вам как минимум профилактировать многие заболевания. А если мы получаем определенную, то есть работу там у массажистов, там у кинезотерапии, да. После этого хотелось бы вот эту гимнастику употреблять. Для чего? Чтобы связать все вместе. Мы отдельно покрутили руки, отдельно покрутили ноги, но чтобы связать все вместе и заставить работать. Вот лучше эта схема пока только плавание, но плавание мы лежим в воде. Возникает все равно расслабление, дисплазия и все прелести, которые с этим связаны. У нас это все убрано. У нас это четко, полезно и очень легко. Ну смотри, получается, что за счет нашего прямохождения все время человек испытывает нагрузку на позвоночник. То есть по идее в метро едешь, кто так стоит, кто так стоит. Поезд чуть дергался, остановился, летел народ назад. Правильно я понимаю, что за счет твоей гимнастики мы восстанавливаем, ну более-менее компенсируем, скажем так, наше прямохождение за счет мышечного корсета. Я бы сказал даже за счет создания мышечного баланса. То есть что обе стороны у нас включаются правильно, да, все это опирается во таз с единым целостным таким корсетом. И получается, что нагрузки мы берем уже не отдельно взятые мышцы, да, вот как правильно говоришь. Кто так стоит, у кого-то, кто-то там одни упражнения где следил, или у кого-то травма какая-то там. Мы там ее подспудно бережем. Кто-то там другим чем-то занимался. У него там перекос на развитие определенной группы мышц. Они там где-то в главенстве на себя берут. Здесь задача все привести к единому знаменателю. Целостное вот это движение, оно позволяет симметрично все мышцы развить, соединить в единый корсет. И самое главное, что на них распределить нагрузку. Или я вот тащу это в одной руке, там, да, как бы вот вот так набуденный. Да тот же самый, там не знаю, даже небольшой вес, тот же стакан. Я думаю, там через полдня я встану. Или я его ногами, вот я видел, как профессиональные сборщики работают. Они его раскачали, опора на ноги, и спокойно пошел. Они целый день доходят, таскают эти мешки и не устают. Почему? Потому что включаются определенные нужные группы мышц, определенная опора, которая позволяет снять нагрузку травмоопасно. Именно из-за нашего прямохождения, да. Снять вот эту травмоопасную нагрузку с отдела позвоночника, когда они у нас начинают где-то там какой-то зажим, кто-то в грудь ударился, пошел перекос. Здесь пошла большая нагрузка, здесь меньше, здесь вообще провал. Ну и за счет этого, естественно, все это сказывается. Понимаешь, дело в том, что там человек, он, как вот если, например, корабль, да, и вот парусник, веревочная оснастка. Ну вот убрали все дерево, вот веревочная оснастка. Мы одну ванну перебили, и пошел перекос по всей системе. Вот примерно то же самое здесь. Мы где-то получили, ну даже просто двух зубов нету, челюстно-лицевый аппарат стоит уже. Да, он изменяет. Ну я просто знаю, там нервы тоже, грубо говоря. Пошел проблема шеи, она тут же сказалась на позвоночнике, это у нас начало страдать колено. Ну я просто, как бы, такой ретроспективы говорю более глубокую. Все, с ровного места мы получили себе определенный ворох проблем. И получается, что лечить колено бесполезно, пока не вылечит зубы. Это то, о чем я все на всем говорим. Забочу. Неожиданный вывод. Неожиданный вывод. Но. Я к нему подумал. Да, я понял. Видишь, как я тебя сразу понял? Да, это самое. Да, на самом деле надо убирать причину. Убираем причину. У меня была, девочка приходила, межпозвонковая грыжа, проблемы с кишечником, выяснилось. Из-за чего? Шесть лет еще будем застать. Девочка тогда ничем не занималась. Мышцы дябленькие, так откровенно. Постоянные статичные позы. Сидячая расслабляется стенка, брюшная стенка. Прошли проблемы с кишечником. Надо укреплять мышцы ног, а мы начинаем лечить кишечник. Конечно же, когда уже какая-то острая проблема назрела, конечно, надо решать где-то точно. Но профилактика и компенсация, вот убрать вот эту вот причину, она, конечно же, это основное. Иначе потом мы еще больше можем через все что-нибудь заработать, нажить, как говорится. Знаешь, что заметил вообще на твоих тренировках? Говорят, что это уже, получается, мышечная привычка, да? Человек привык, и у меня у самого она есть. Ну, у меня профессиональная, понятно, уже, скажем так, заболевание, условно, спины, это у нас у всех стоматом. Ну, когда человек очень многим, самое частое, что ты говоришь, это хватит заваливаться назад, да? То есть не стоит его в такой позе. Я заметил, что, знаешь, что интересно получается? Люди, которые не умеют держать осанку, у них уваливается сразу живот. Независимо от половой принадлежности. Видимо, как компенсация того, что человек заваливается назад, в качестве противовеса появляется живот. И хоть укачайся прессом, хоть усидишь на… Правильно я понимаю, да? То есть хоть усидишь на диетах, получится… Ничего вообще, на самом деле, не вернется на круги себе. Да, на самом деле, там просто определенную группу мышц расслабляется, атрофируется. И нечем просто держать у нас. Нету вот этого мышечного корсета, который не создается. Вот. Да, естественно, мышечный памятник никто не отменял. Когда ты уже начинаешь определенно… Почему вот, обрати внимание, то есть там я же… То есть движение целостное, сложное. Руки, ноги, таз, плечи, две палки инструктора в зале. Это, ну, как бы стресс такой, для организма такой серьезный, да? Ну, мало того, что мы приучаемся, то есть расслабляться в стрессе, то есть это такая определенная психологическая устойчивость сейчас создается. Но и при этом возникает такой момент мышечной памяти, когда человек обретает свою собственную пластику. То есть так, как ты сделал. Ты по-своему. Ширина плеча, длина позвоночника, длина конечности, толщина костей. У тебя своя. У меня своя. Тебе одно удобно. В танце, в бою, в передвижении стоять там, да? Естественно, закон этой механики единый для всех. Локти назад сгибаются, коллеги вперед. Но, траектория в этих законах движения у каждого слоя. И естественно, человек здесь развивает те группы мышц, которые у нас удобные и естественные. Потому что, ну, мы все-таки держим две палки. Мы это дело, правильно центр тяжести держим, да? То есть включаем биомеханические все цепочки вот эту пружину. Естественно, человек начинает привыкать уже стоять правильно. Включаются эти мышцы, и это потом не включается. То есть это как бы постоянно такая, просто мы держим в тонусе эти мышцы. И они берут на себя нагрузку. Поэтому у кого-то, да, правильно так говоришь, новички приходят, что-то тяжелое там, завалить корпус назад, потому что казалось бы, что это будет там удобно. На самом деле, потому что как раз слабая спина, поясница, неразвитая вот эта вот, если как у нас передняя связка идет, она не развита. За счет этого происходит такой завал. Назад человеку кажется, что легко. А на самом деле это просто углубляет проблему, во-первых, с поясницей, а потом естественной шеей. Вот. И, конечно же, если у нас какие-то мышцы перегружены, мы их там перекачали, а другие мышцы у нас не развиты. Ну, к примеру, гипотетически мы качаем пресс, да, просто. Вроде хорошее полезное дело, да. Но, например, вот эти вот боковые у нас там, внутри у нас, ну, ни разу, только вот прямо качаем, да. Мы потом что-то берем тяжелое там, надо еще где-нибудь, начинаем переносить, с наклоном обязательно, с вытянутых руках, в какой-нибудь там увесистке. Здесь у нас пусто, тут густо, там густо. Слетает позвонок, причем зачемляют нервные пучки, корешки, которые идут там, происходит иннервация, у нас уже в руку, в ногу, мы создаем уже себя прозривно. На место поставили, да, пришли мы там к остоправу, к намерачному терапевту, а мышц, которые как не было, так и нет такой поддержания. И вот потом, в дальнейшем, может быть, еще больше проблем усугубится. Наша задача, вот эти крохотные мышцы вырастить и связать их воедино. Тогда, каких бы не было там нагрузки у человека, они не будут такого фатального иметь воздействия. То есть, наоборот, человек может, как бы, переносить серьезные нагрузки, при этом, как бы, не иметь проблем со здоровьем. Вот. Добивается тем, что у нас именно два противовеса, и двигаются они вращением. То есть, не определенно туда-обратно, туда-обратно, да. А то есть, определенно, вот это вращение, оно позволяет подключить все группы мышц, задействовать все, весь спектр. Что, естественно, сказывается очень полезно на, потом, на состояние человека. Ну, еще, так скажу, что качать, вообще-то живот, как бы, не всегда полезно. Будет вот такое, хоть у клубами вот такую. Задача лужа. То есть, есть определенные упражнения вакуума, так называемые. Вот они очень полезно сказываются. То есть, и на работе кишечного тракта, и на внешнем виде. У меня вообще с собой обычно приходят люди, да, мне, как бы, вес не всегда интересует. Мне интересует объем. Ушел объем, потянулась, расправились плечи. Стала, там, девочка старт на ходе. Мужчина в плечах, там, увеличился, да, так как-то. У женщины фарточная зона ушла, там, попа, ножки потянули. Все, отлично. Мне это важно. А вес, там, это только настолько индивидуально, что я никогда не заборачивался. Хотя, показатель, конечно, есть. То есть, она деформация присутствует, нет? Стоматолога такая, сразу первое дело смотришь человеку в рот, как он там все устроен. А у тебя, смотришь, как он уходит, спину пьет. Да, но у меня боевой немножко уклон. То есть, я, как бы, у меня даже ребята приходят и рассказывают, смотри, вот ты стоишь, видишь, вот. То есть, ты автоматом начинаешь отпорная нога, как его кинуть. Особенно, если это происходит движение. То есть, ты уже знаешь, видишь, куда движется человек, какие, ну, как уже видно в голове, то есть, какие у него мысли задействованы, куда его уронить, как его оттолкнуть, например. Ну, естественно, человек приходит, обычно как? Пришел, уже автоматом. На тебе-ка, покрутите палки, смотришь, ага. Так, стопы разъехались, плечо поднялось. Сколиоз, понятно. Так, здесь выехал таз, там завал корпуса. Так, это у нас поясница. Значит, вот это не делай, делай вот это. Это вот, ну, четко. Ну, практически уже накоплен такой богатый опыт, что даже позволяю себе иногда там, так, три месяца, так, четыре месяца, и начнется движение. Естественно, когда я для себя срок поставил, время подошло, я уже так, ага, есть результат? Там, не до конца. Значит, усиливаем работу, значит, я где-то не доработал. Сдаем назад, опять заново начинаем. Ну, люди приходят такие, бывает, зажирные. Вот у меня хирург ходит, твой коллега. Вот, тоже вот, постоянно нагиб, наклон. Сейчас вот только-только прошло вот четыре месяца, пять. Нет, все-таки побольше, где-то с полугода. Я развернул стопы. Ну, что такое стопы? Или мы стоим вот так, или мы стоим вот. Разница огромная. Или вот поясница у нас нагружается. Или мы стоим правильно, и у нас расслабление происходит. То есть, мы у нас уже, как я говорю, или мы мешок вот так будем тащить, ну, и сколько мы его протащим. Или мы убили центр тяжести, опять-таки, не глубоко. Симметрично его поставили, естественно, удобно. Тогда мы, конечно, пройдем дольше и в меньшую стопу. Вот так это, так и работает. Причем, когда самое интересное, что человек, который начинает двигаться сам, он понимает, по каким законам двигается он. И он потом может уже видеть на другого, уже понимать, то есть, какие-то проблемы там. Я не говорю никакой диагностики, я просто вижу, где какие зажимы, где какие проблемы, где какой перекос, где какой дисбаланс, который надо поправить. Вот. Или усугубить, смотря какая следующая задача. Если мы возьмем мою основную деятельность. Вот. Что-то усугубить, конечно, нет. Но мы потом, конечно, с этим... Идея ясна. То есть, если смотреть на людей, которые ходят вокруг нас, правильно не ходит никто практически. Правильно? Ну, не всегда есть. Есть определенные, я бы сказал, выделил бы кого. Лыжников, например. Потому что часто вот это положение правильное. Именно как раз наличие лыжных. Вот. Ребята, которые занимались правильными единоборствами. Ну, опять-таки, с этой стороны я вижу, где можно увеличить диапазон работы, где можно добавить пластики, где можно более повысить координацию. Это видно четко. Там, как бы, приходят танцоры, лет 12 занимался человек, хорошо двигается и понимает у меня на занятии, что что-то не получается. Причем, со стороны, это, кажется, простые упражнения. На самом деле, там довольно много такой внутренней работы. Я не имею в виду энергетику. Все странные, простые, да. Очень простые. Ну, это же интересно. Это же... Меня что и привело в свое время? Сподвигло. То есть, я посмотрел, я понял, что я вот так никогда не повторю. Хотя я был уверен, что я там 7 лет профессионально занимаюсь спортом. Там долго занимался плаванием. Или 8 лет там. Какими видами рукопашки я только не занимался. То есть, мне просто это понравилось и навсегда. Вот. И я считал, что я координировал, что там и ножи бросаю, и кулыкаюсь и стреляю. А когда увидел, как двигаются там, ну, то есть, ребята, кто занимался вот данной методикой, там, она еще не имела такого развития, то, конечно же, я был немножко так ошарашен. Потому что понял, что я, как мне сказал один из борцов, который пришел, он, по-моему, кандидат на спорт, он говорит, я понял одно. Смогу сделать только вот это. Больше ничего сделать не смогу. Надо позаниматься. В свое время я так же сподвигал. О, ничего себе. Я так тоже хочу. А как так получается? И много, ребят, знаю, спортивных, кто дальше видит, чем там боксерский мешок, или там, то есть, да, кто-то там хочет, желает самосовершенствоваться. То есть, сделай мое. Вот свое ты уже умеешь. Сделай мое, будешь уметь гораздо больше. Ну, в принципе, так вот. Так вот. Ну, чего? Теория отправится без практики мертва? Да! Предлагаю приступить. Более детально рассмотрим по поражению. Пошли за тренажами. Пошли за тренажами. Кто-то сказал. Ну да.